Орес. Полностью рассекретил кабриолет для Парада Победы в виде облак. Орес. Полностью рассекретил кабриолет для Парада Победы в виде АЭС. YouTube.com. За 10 дней до Парада Победы. Орес. Представил новый кабриолет четвертую модель после седанной лимузина. Senat. А также минивена. Arsenal. Новинка, которая не получила собственное название, пришла на смену кабриолету МЗИЛ. Автомобиль построен на единой модульной платформе в ГУП-НАМИ. Однако его дорожный просвет на 20 мм ниже, передает корреспондент Autonews.ru с презентацией модели. Кабриолет оснащен гибридной силовой установкой, которая включает в себя 4,4-литровый бензиновый турбомотор V8 мощностью 600 L. S. И электродвигатель. Точно такой же агрегат установлен на седане и лимузине. Он работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой. Гейт. Российского производства, а тягу на колеса передает система постоянного полного привода. Отседанного парадного кабриолета также заимствована фронтальная часть, по которой можно узнать все автомобили семейства. AORUS. Но все, что находится дальше передней стойки, претерпело значительные изменения. У кабриолета две двери увеличенной длины для облегчения посадки на заднее сидение и мягкая складная крыша оригинальной конструкции. Точка кабриолет также оснащен специальным оборудованием, которое позволяет проводить торжественные мероприятия. В машине установлены дополнительный поручень и стойка с микрофонами для усиления голоса командующего парадом. У кабриолета AORUS предусмотрен специальный парадный режим движения, в котором его скорость ограничена 20 км в час, а работа подвесок и трансмиссии становится максимально мягкой для наиболее плавного движения по брусчатке Красной площади. Руководитель проекта парадный автомобиль AORUS в губ нами Александр Лебедев пояснил AutoNews.ru, что серийный вариант будет существенно отличаться от версий для парада Победы. При этом представитель в губ нами точных сроков вывода новинки на рынок не назвал. Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее.